друзья всем привет сегодняшнем видео я проедусь польским селом глушина и покажу вам этот поселок кому будет интересно видео моё поддержите меня лайком за мою работу всем приятного просмотра заехал в этот поселок вот жабка с левой стороны силуэта расположена великопольским воеводстве недалеко от города поздно буквально 10 километров и поздно можно сказать что в пригороде этот поселок расположен и сейчас проедемся посмотрим что здесь в этом поселке есть погода у нас сегодня конечно не летная дождик немного накропает но есть такая возможность снять вам этот поселок и показать так что едем посмотрим друзья кому интересно мои видео поддержите меня лайком за мою работу много людей смотрит меня без подписки потому просьба от меня подписывайтесь пожалуйста вам то несложно подписаться на мой канал кто смотрит меня регулярно без подписки а мне будет приятно поскольку мои видео будут продвигаться в рекомендации вот станья кой коней здесь можно прийти заплатить деньги и покататься на конях вот видно с левой стороны домик такой и видно дым с трубы идет наверное я думаю топят углем скорее всего либо дровами мы заехали в этот поселок проедемся полностью объезд думаю вам сделать вот какой домик с правой стороны друзья кто-то мне пишет комментариях что я выбираю какие-то коттеджные поселки такие вот покажи нормальное село деревня вот вам есть деревня друзья я путешествую по великопольским воевудстве но практически все вот такие вот такие вот села я не видел таких как вы пишете деревни здесь их просто нету может друзья в других воевудствах каких то есть но здесь нету великопольским воевудств читал про великопольское воевудство это считается одно из богатых воевудств польши великопольское воевудство напишите в комментариях прав я или нет много людей с польши меня смотрят поляков вот я думаю вы больше знаете чем я потому поправьте меня в комментариях вот простая хатка почему такие элитные дома не элитные такие вот обыкновенные друзья перейдем пешеходный переход вижу с правой стороны площадка есть футбольная идем посмотрим друзья с левой стороны заправка вижу есть вот она в этом поселке бензин 664 злотых а газ по 290 65 гривен литра бензина у нас дешевле в украине чем тут у польши цены на топлив так идем сейчас сниму вам стадион покажу футбольное поле в этом селе и не одно она здесь их здесь два поля поставлю свои помощник вот оно такое красивое поле посмотрите только открыто круглосуточно то хочет приходит играет у футбол это здесь как парк аллейка такая деревья насаженные вижу недавно садили эти деревья насажены пойдемте вижу детская площадка впереди сейчас подойдем поближе сниму вам покажу а здесь вот дубы растут вот такие я вот или это клен непонятно да вот она с правой стороны детская площадка для детей с подойдут ближе сниму вам покажу ибо это обыкновенный поселок друзья деревню как вы пишете деревню павел покажи деревню это есть деревня только в польше деревня не в украине не в россии вот такие польские деревни друзья вот такие вот площадки для детей а здесь как парк деревья насажены сейчас проедусь быстренько чтобы объехать все показать вас этот поселок тоже видно вот деревья деревья свежие новые насажены дорожка вот такая вот скамеечки с одной стороны и с другой стороны освещение есть ночью не темно здесь а самое удивительное это еще смотрите дальше видео в самом конце буду возвращаться выезжать с этого поселка покажу вам моторночки а самое интересное друзья знаете что это то что в степу степу фонари освещения на проселочные дороги все освещается у нас не в каждом селе дороге дороги это воинская часть здесь видно заказ фильмования дронами нельзя летать возвращаемся обратно в этом селе еще воинская часть есть либо база какая-то а справедимся дальше дождь накропает капец хорошо что тепло погода хорошая сегодня ночи уже теплые вот то так не холодно можно гулять так по дорожке объеду и выезжаю с этого парк птицы спивают это липа здесь растет здесь вот тоже видно как тренажер сделанные какие-то пресс качать наверное да вот здесь тоже для детей что-то непонятно что это такое аттракционы аттракционы какие-то здесь тоже турники вот для упражнений вот так вот вот впереди видно плохо за деревьями видно автобус поехал сельский вот такие автобусы зеленые курсирует они часто здесь ездят может сейчас вам сниму и покажу еще будут ехать сниму вам покажу и сейчас второе вам поле покажу друзья идем перейдем пешеходный переход здесь в этом поселке есть квартирные дома пятиэтажки и жилой частный сектор вот урночка перед входом и вот такой вот стадион здесь в этом поселке видите и вот для детей такая вот площадка а впереди вот сейчас увеличу это уже пятиэтажки начинается в этом поселке едем сейчас проедем посмотрим дальше этот поселок друзья кому интересно мои видео поддержите меня лайком за мою работу кто не подписан подписывайтесь кому интересно мои видео по катушке как всегда на своем помощничке вот таком вот катаюсь прошу вас максимально не писать гадостей есть разные люди бывает пишут гадости я блокирую вот остановочка вот такая вот на познание автобусы отправляются скамеечка урночка здесь дальше будут открытые остановки раз покажу вам небо захмаренное бы еще дождь не лупанут вот с левой стороны поля еще одно футбольное я вам говорил что два футбольных поля а оказывается три поля вообще три поля три поля от дороги обгоражено сеткой металлической вот такая вот деревня в Польше друзья не видел я таких настоящих деревень как в России либо в Украине здесь все такие вот даже здесь трехэтажки есть не везде пятиэтажки дальше там пятиэтажки это здесь вот трехэтажки жилье конечно друзья здесь дорогое квартира двухкомнатная смотрел начинается от 100 тысяч долларов цена и пошло вверх вот еще одна остановка автобусная это там спрашивали мне писали в комментариях Павел а какая минимальная зарплата в Польше что ты сцены снимаешь там показываешь минимальная зарплата три тысячи друзья злотых чистыми это уже на руки минимальная вот еще одна остановка с правой стороны это уже крытая от дождя туда можно заховаться посидеть переждать дождь обратите внимание какие дома ухоженные оформлены так зеленым классно правда я рад если честно за людей что люди так живут хотелось бы чтобы и у нас так было в Украине у нас такого нету друзья таких сел писали мне в комментариях много у нас в Украине такие же самые села ну друзья ну где такие самые может где то и есть единичные случаи друзья а здесь везде такие села вот здесь с правой стороны бедренка супермаркет супермаркет бедренка здесь тоже магазинчики какие то вот видно аптека вижу с левой стороны аптека сейчас проедемся домами посмотрим как во дворах вот перед нами жабка супермаркеты с 6 до 11 работают они и по воскресеньям работают семь дней в неделю работают жабки заедем дома жилые вот так оформлено в этом поселке домики такие как в сказке друзья блин дочь такой спустился капец говорю погода теплая хорошая намок но ничего страшного надо ускоряться дочь то спустится то перестанет то спустится то перестанет передавали на в Польше это самое на телефоны переходит предупреждение вот смс штормовое на сегодня было вот пятиэтажки друзья такие у них скамеечки подъезды стеклянные вот видите капец погода сегодня конечно ну я и выбрался друзья в дождь снимать видео вот перед нами школа друзья сельская школа в этом селе школа есть вот она школа сельская пять пятая школа что ли непонятно друзья наверное номер пять школа вот она такая школа сельская школа подставого номер пятьдесят три капец дождь капец капец вот видно участок с левой стороны продается шедан вот такие вот автобусы курсируют сельские между селами между селами сейчас стану немного пережду дождь друзья что-то вкусился так капец вот это перед нами площадка детская забор конечно видно не видно площадку сейчас может немного дождь утихнется и поедем дальше вот это вот видите плитка это здесь автобусы останавливается у школу детей привозят не ожидал я конечно что такой дождь спустится неожиданно друзья неожиданно вот немного успокаивается дождик сейчас продолжим движение дальше друзья на велосипеде вот такой друзья велосипед купил себе полторы тысячи гривен напишите в комментариях нормальная цена или нет полторашку я отдал так едем дальше может там это самое на остановке переждем еще немного дождь я покажу вот площадку строят футбольное поле строительство ведется песок по навозе там разного всего строят площадку вообще обратил внимание много чего строится домов много строится села села вот баннер сокровки помидоры по акции 9 злотых 90 гривен помидорчики близнюки вот дома друзья звонил узнавал смотрел объявление близнюк 97 квадратных метров то там цена капец какая друзья полмиллиона злотых домик близнюк стоит но это много стройка вот как американского типа такие домики в основном вот такие вот в селах в Польше дома у людей аккуратненькие такие компактные блин дождь походу и не будет прекращаться друзья надо ускоряться вот с правой стороны клайбище сельское проезжаю территория обгороженная прямо в самом селе в центре села клайбище походу друзья я промокну полностью влепите лайк мне за мою работу подождю снимаю для вас друзья подождю вот остановка что я вам говорил не побито ничего все чисто аккуратно мусор не валяется все классно можно 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 друзья машинка продается малютка такая фиат пандочка наверное вот костел друзья с левой стороны правится батюшка успевает такой вот костел в этом поселке такие костелы друзья в каждом селе в польше это не исключение такой костел а вот дом какой старый классный мне нравятся такие домики с красного кирпича классно построены вот перед нами такой с левой стороны ОСП есть здесь в этом поселке пожарная часть вот она с правой стороны ОСП Фрезерня есть вот перед нами ларек такой Фрезерня и вот повертаем направо парк сейчас вам покажу сельский проедемся люди приходят здесь спокойно тихо уютно сидят отдыхают все зеленое вот так вот урночки на каждом шагу вот парк имени павла мумба ну классный парк всегда хотел сюда приехать снять обзор покататься но сейчас объедем посмотрим что здесь за парк такой мы всегда проезжаем этот парк но но никогда не заезжал сюда но здесь классно друзья сейчас поставлю велосипед вот дождь прекратился посмотрите просто на эту красоту здесь как пруд такой тишина спокойствие птицы спивают аж душа радуется друзья вот такие вот цветочки здесь насажены урночки урночки слава богу дождь прекратился а то я уже и прямок друзья думал уже и прекращать съемки едем дальше а скамейки на каждом шагу много так скамеек наставлено здесь тоже как пруд такой мостик такой вот деревянный фонари освещается все ночью и площадка вижу я здесь тренажеры какие-то стоят в этом парку обратил внимание вот что здесь написано плац игр и забав вот так вот но ничего не вырывают не крадут на металлолом друзья все чисто аккуратно обратите внимание нигде мусор сколько хожу снимаю вам не встречается мусор а почему так наверное не накидают я думаю друзья здесь тоже вот так вот так вот вот так вот павел эдмунд памятник вот такой вот маленький и по этот самое и парк назвали так парк имени павла эдмунда здесь уже через дорогу частные дома начинаются частный сектор так едем дальше друзья этим селом проедемся пока дождя нету на выезд где мой велосипед сейчас на выезде вам покажу фонари освещения никогда не обращал внимания а то как то вечером еду и все так освещается блин капец а еду вообще в степу блин по проселочной дороге я конечно был в шоке друзья от увиденного казалось бы проселочная дорога и фонари освещения едем здесь тоже жилые дома вот видно баки контейнера под мусор двухэтажные такие вот домики по поводу мусора там друзья писали мне в комментариях а где мусора горы а мусора гор нет мусор сортируется весь перерабатывает мусор вот мусора нету друзья так что как то так вот этот поселок он уже там дальше заканчивается уже вот этот поселок вот такие вот домики здесь двухэтажные остановка автобусная мини-маркет магазинчик так развертаюсь на выезд еду как в сказке друзья посмотрите на эту картинку клены как рассветают белым цветут красота друзья красота это знак вот фуры здесь не ездят дорога не разбитая хорошая дорога здесь и вот друзья выехал уже на проселочную дорогу и еду и фонари освещения вот они и что вы думаете они ночью освещаются постоянно каждый вечер эта дорога проселочная освещается вот 30 тонн максимум веса не больше 30 тонн может ехать здесь автомобиль вот такое видео у меня друзья получилось кому было интересно видео поддержите меня лайком за мою работу я старался для вас снимал вам для вас видео в такую нелетную погоду вот я думаю я заслужил лайк и подписку от вас всем спасибо за просмотр друзья всем пока будьте здоровы друзья и счастливы и мира всем над головой всем пока друзья